Это наш маркет, это самый крупный рынок в Вене. Очень красивое здание. Не все гостиницы это были. И у меня теперь моя последняя гостиница, которую я вам хочу показать в Вене. И добро пожаловать в мой новый номер. Все, друзья, это все. У меня здесь сколько расстояния от кроссовка до кровати? 5 сантиметров, наверное. Все, это весь мой номер. Хватит шиковать, закончились деньги все. Теперь надо вот немножечко поэкономить. Надо подужаться где-то, на макарошках посидеть, на яичках. Вот у меня есть яичко отварное, допустим, спер сегодня в кафе. Собственно говоря, вот все, это вся экскурсия. На этом можно заканчивать. Надо закрыть шкаф, потому что иначе места больше здесь нет. То есть реально комната 3 на 1,5. Ну и как бы вот есть тут душевая с туалетом. Но не спешите уходить. Это не все. На самом деле, на самом деле, фишка этого отеля вовсе не в этом. Фишка в этом отеле я вам сейчас показываю. Пойдем. Ребята, пойдем ко мне на террасу. Здесь, на самом деле, самое крутое, это терраса. И мы с вами попадаем прямо на крышу. У меня здесь терраса больше, блин, чем номер. Вы понимаете? Я тут как Карлсон, который живет на крыше. Ну, на самом деле, очень-очень круто. И это центр. То есть здесь до оперы, венской оперы, до здания здесь 7 минут. Смотрите, что у меня есть. Это неотъемлемый атрибут всех моих поездок. Это знаете что? Ну-ка, уважаемые знатоки. Как давно вы проводили тренировку на крыше? Вот я вам настоятельно рекомендую приехать сюда и сделать здесь какую-нибудь разминочку. Если вы йогой там занимаетесь, приносите с собой коврик, вытаскиваете на крайняк ковер из вашего номера сюда прям. И делаете йогу. Вот это внизу, это тоже не просто какие-то торговые лавочки. Это тоже большая местная достопримечательность. Это наш Маркт. Это самый крупный рынок в Вене. И мало того, что он самый крупный, он еще и один из старейших рынков. Он не маленький, ребята. Вот он начинается там. Идет вот это все, 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 все. И туда уходит дальше. Это все рынок дует. У меня здесь на крыше дует сильный ветер. Что здесь можно найти? Что здесь продают? Здесь есть фактически вот все, что вы можете представить себе на рынке. Это здесь есть. Наш Маркт в Вене. Самый популярный и старый рынок города. Здесь можно купить свежие продукты, экзотические специи, старинные товары. И самое для меня интересное – поесть все, что угодно. Здесь огромное количество всякого рода ресторанов. Само название «Наш Маркт» переводится как «рынок закусок» или «продуктовый рынок». Лично у меня первая ассоциация была с нашим рынком. Считается, что здесь торгуют уже около 500 лет. Продавцы меняются, рынок остается. Длина рынка – полтора километра. Считается, что в средние века этот район был известен продажей предметов роскоши и деликатесов. Сегодня же этот венский рынок – рай для гурманов. Свежие продукты, сыры, специи, экзотические фрукты, деликатесы из разных стран. По субботам «Наш Маркт» превращается в блошиный рынок. Здесь появляются продавцы антиквариата, винтажных вещей, поддержанной одеждой и уникальных диковинок со всего мира. Просто гуляя по рынку, вы можете наткнуться на произведения уличного искусства. Фрески, картины, все что угодно. И еще сегодня мы с Веной не заканчиваем, мы не прощаемся. Мы еще смотрим сегодня достопримечательности. Венские, культурные, музеи, архитектуру. Короче, интересно будет. Все, хватит болтать, гемагогию это все устраивать. Пошли гулять, посмотреть в Вену. Нас ждут достопримечательности. И здесь лифт не идет до последнего этажа. Мне нужно спуститься вот так, вот и ходят лестницы. Красиво. Что-то нафиг мне лифт этот, ребята. Я могу пройтись. Тут идти немного. Лестница красивая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парламент. В церквях, музеях, оперных театрах мы уже были в прошлых выпусках. А сейчас нам предстоит посетить парламент. Я вам дам несколько причин для его посещения. А вы сами решайте, стоит ли он вашего внимания. Архитектурное величие. Он спроектирован в стиле неоклассического греческого возрождения, что бы это ни значило. Огромные колонны, фронтоны, величественный фасад. Сложные детали, грандиозный масштаб дизайна, как снаружи, так и внутри. Фонтан Афины находится прямо перед главным входом. На нем изображена богиня мудрости, держащая Нику, богиню победы. Фонтан символизирует принципы мудрости и знания, лежащие в основе управления. Интерьеры здания парламента украшены фресками, скульптурами и рельефами. Эти произведения искусства дают представление об истории Австрии и эволюции демократии. В этом здании проходило множество важных исторических событий в Австрии. Если вы интересуетесь политикой, управлением и общественными структурами разных стран, посещение национального парламента предлагает ощутимую связь с его процессами принятия решений и историй. Ну и, конечно, фотогеничность здания. Колонны, статуи... Ну, что мне вам объяснять, вы все видите сами. Я дошел от парламента до Венской ратуши, здесь несколько минут пяти. Очень красивое здание, 130 метров в высоту. Вот такие огромные колонны, переходы бибикают, у кого-то свадьба, наверное. И рядом здесь, прямо перед ней, проходят фестивали. Здесь также у вас выставляют столики, какие-то уличные кафушки, разная еда. Азиатская, венская, бургеры. Все, что хотите. Пиво, естественно. Куда же без пива. Спасибо. В общем, сюда можно просто прийти, поесть, перекусить, посмотреть на всю эту красоту. Здесь у вас, получается, такой как небольшой парк, сквер. Можете погулять, прогуляться. И здесь проходит фестиваль кино, прям уличный экран, места. Садитесь, берете с собой бокальчик чего-нибудь и смотрите фильм. Венская ратуша является одним из самых знаковых и выдающихся зданий в Вене. Вообще, что такое ратуша? Если коротко, здание городского управления. Соответственно, это административный центр и резиденция городского правительства Вены. Мы с вами в районе Иннерштадт. Построили венский ратушный дом в 1883 году. Для того времени это был настоящий небоскреб в стиле неоготики. Почти 98 метров. Да и сейчас здание поражает. Высокие шпили, стрельчатые арки, резьба. Главный фасад украшен статуями важных исторических личностей и аллегорическими изображениями. Одной из самых впечатляющих особенностей ратуши является ее большой зал, также известный как фестивальный зал. Здесь проводят официальные приемы, концерты, балы. В ратуши расположены офисы и залы заседаний городского правительства Вены, включая городской совет и мэрию. Именно здесь городские власти собираются для обсуждения и принятия решений по вопросам, затрагивающим администрацию Вены. Перед ратушей находится большая площадь, известная как Ратушплац. На этом открытом пространстве регулярно проводятся общественные мероприятия, концерты, фестивали и уличные рынки. Я тут гуляю по Вене, набрел на вот это красивое здание, которое является Венским государственным университетом. Я здесь не буду сейчас рассказывать про универы. Для этого есть у меня второй канал, где я рассказываю про зарубежное образование. И там вы можете посмотреть кучу всего интересного про учебу в разных странах, про школы, про вузы. Венский государственный университет. Один из лучших университетов в Европе. Один из лучших университетов в Австрии. Не буду говорить, что лучший, потому что зависит все от предметов. И по разным предметам есть разные оценки, рейтинги, но тем не менее. Сюда в университет можно зайти. Никто у вас ничего не будет спрашивать. Да, конечно, есть охрана, но здесь нет никаких ни ворот, ничего. Ну, то есть гейтов каких-то, где нужно прикладывать карточки какие-то. Поэтому можно спокойно зайти сюда, внутрь, в этот внутренний двор. Здесь внутри есть кафе. И можно просто посмотреть, потому что здесь немножко, знаете, чем-то напоминает музей все это дело. Ну и красиво, конечно. Здесь вообще обучают на немецком языке, что логично, в принципе. Но если вы хотите учиться в Австрии на английском, это тоже возможно. Здесь есть, допустим, университет Webster, который обучает на английском языке. Я недавно приезжал туда, мы снимали ролик с ребятами, с представителями. Это все можно будет посмотреть у меня на втором канале, смартфон education. И еще один символ Вены. Радхаусман. Это статуя, представляющая собой рыцаря в доспехах и служащая символом муниципальной независимости Вены. Идем дальше. И я хочу вам показать еще одно архитектурное чудо в стиле неоготики. Вотевкирхе или вативная церковь. Что значит вативная церковь? Вативус от латинского. Посвященный богам. А ватум значит обет или желание. Таким образом, вативная церковь это церковь, построенная в дар богам. Это одно из самых важных религиозных зданий в городе. Она была построена по заказу младшего брата императора Франца Иосифа. Ну и как подобает любой готической церкви, построенной на деньги государства или кого бы там ни было, она представляет собой эдакий билборд с множеством скульптур, как снаружи, так и внутри. Алтари произведения искусства, отражающие как религиозные темы, так и историю династии Габсбургов. Итак, мы знакомимся с вами с церковью Мальтийского ордена. Она же Мальтийский Ирхе и связана с суверенным военным Мальтийским орденом. Церковь имеет долгую и богатую историю, восходящую аж к 12 веку. Внутри церкви есть две статуи, изображающие османских военнопленных. Эти статуи служат напоминанием о снятии осады Вены в 1683 году, когда Османская империя попыталась захватить город. Силы обороны, в состав которых входили войска Священной Римской империи и Речи Посполитой, успешно отражали османские войска. Первоначально она была построена рыцарями-госпитальерами, религиозным и военным орденом, основанным во время крестовых походов. Суверенный военный Мальтийский орден, широко известный как Мальтийские рыцари, является рыцарским католическим орденом, который ведет свое происхождение от крестовых походов. Это один из старейших, постоянно действующих орденов в мире. Вот такая уникальная церковь и уникальная вещь вообще для католической церкви. Чума Она же бубонная чума. В простонародье черная смерть. Вена, как и многие другие европейские города, не избежала разрушительных последствий этой болезни. В Европе было несколько волн этой чумы, и самая разрушительная пришлась на XIV век. Однако последующие вспышки произошли в XVII и XVIII веках. Вена крупный город, ребята. При этом никаких здесь канализаций тебе не было. Вода грязная. Санитарных норм у людей вообще они отсутствовали какие-то. Естественно, болезни, вонь, центр Вены. Можете себе представить, да? Или даже ту же самую Венецию. Знаете, что в прошлом в Венеции, вот это сейчас красиво, мы приезжаем, не было канализации. Все вот это вот говно, все вот это лилось. Туда люди там же и ходили по этой воде. Ну, короче, ужас, что творилось. И здесь чума выкосила треть населения. Император сваливает. Начинает молиться там, да? Молится, делает эту статую. И что в итоге? Что происходит? Чума отступает. Чума отступает, наверное, поэтому колонну и оставили, да? Что вот великий Леопольд, короче, чума отступила, домолился он. Чумные колонны. Что это? Это памятники, служившие напоминанием о самых тяжелых временах в городе. Колонны обычно украшены на религиозную тематику. Они были построены во время и после тяжелых эпидемий чумы, которые поразили различные регионы Австрии и Европы в 17 и 18 веках. Вена, Грац, Линц входят в число австрийских городов, где есть чумные столбы. Венскую колонну, которую еще называют колонной Святой Троицы, украшают мраморные облака, фигуры святых и ангелов. В целом, страх перед чумой оставил неизгладимый след в коллективной памяти Вены. Помимо архитектурных напоминаний, чума повлияла на искусство, литературу и общее сознание того времени. Это, наверное, одна из самых известных статуй в Вене. Чума. Где она находится? Статуя находится на месте, что раньше было... Ну, короче, можно перевести как ямой, мусорной ямой. Мне неудивительно, что статуя построена рядом с церковью, с собором. Главным. Рядом, прям, да? Почему? Потому что люди приходили молиться. Есть несколько версий. Одна версия литературная, красивая, про всю историю всего этого памятника статуи. Другая версия, будем называть это уличной версией. Если смотреть снизу вверх, внизу статуя человека, зараженного чумой, он умер. Сверху король, император Леопольд, который заказал, собственно говоря, эту статую. Он молится, он молится, взывает к богам, чтобы избавить людей от этой чумы. Он заказывает этот памятник, эту статую, для изображения. И в чем смысл на самом деле? Это, по сути, реклама. Это своего рода билборд. Тогда же, естественно, никаких листовок, ничего этого не было. Люди что делали? Они ходили в церковь. Почему здесь храм, да? Храм рядом. Люди ходили в храм для того, чтобы просить у бога что-то, да? Для того, чтобы грехи свои замаливать. Нагрешил, пошел в церковь, замолил грехи, все тебя отпустили. И то же самое, люди молились, чтобы не было болезней. А, естественно, они молились и приносили бабки. И здесь как бы на этой статуе говорится, Ребят, не будете ходить в церковь, будете избегать, как бы, прихода в церковь, будете избегать, там, денежку приносить в церковь. Вот все, вас ждет смерть. Вот. А вы приносите денежку, и вот такой вот отличный король, император Леопольд, он молится для избавления хороших ребят от болезней. Ребята, по статистике, мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. И я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok